Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас опять же мукбанг с тортиком. Наконец-то я нашла тортик своей мечты. Выглядит он вот так вот. Я вам в предыдущих видео говорила, что ищу классный тортик, чтобы снять для вас видео. Вообще я хотела тортик на 50 тысяч подписчиков, но так получилось, что я опоздала уже 55. И смысла говорить, что я праздную 50 тысяч подписчиков уже нету. Ну, в общем, давайте приступим. Здесь вот такая вот шапочка. Я не поняла вообще, к чему это. Ой, господи. Вот так вот. Прикольненько. Так, пробую. Почему-то, как только я начинаю снимать видео, у меня чешется носик. Говорят, что это значит, что кто-то по мне скучает. Вы скучаете по мне? Также здесь клубничка. Сейчас уже клубничку достать немножко сложно. Сезон закончился, уже осень. Но я хотела именно с этим тортиком клубничку. Вот такие вот печеньки, они очень дорогие. Я не знаю почему. О! Пестортик съесть не удастся. Но я постараюсь есть столько, сколько смогу. Все просто. На улице у нас вообще дождик. В воскресенье. Скорее всего, это видео выложу прям сегодня. Просто до 12 я не успею. Поэтому, наверное, видео будет где-то в 2. Я села снимать в 10. Вот, пока смонтирую, пока кину на компьютер, пока сохранится, пока в YouTube загружу. Не успею. Вообще, в такую погоду, когда дождик, на меня наваливает тоска. Всегда так бывает осенью. Особенно, особенно, когда дождик. Лето так быстро прошло. Как-то, знаете, бессмысленно прошло, неинтересно прошло. Ты понимаешь, что лето-осень, лето-осень. Вот так вот жизнь твоя проходит. И это не очень весело осознавать. Не знал, что поделать дома. Вроде воскресенье. И мама мне подала идею. Говорит, давай сделаем уборку. Говорит, тебе как раз скучно. Очень веселое занятие, конечно, уборка. Сразу прям настроение поднимается. Как клубника в тему. Хочется просто сидеть и смотреть, какие-то влоги. Причем я очень люблю какие-то тупые видео, можно так сказать. Как бы это грубо не звучало. Я не люблю интеллектуальные видео. Я не люблю полезные видео. Видео, в которых я могу что-то новое узнать. Нет, мне просто нравятся влоги. Обычно это просто домашние влоги, как кто-то убирается. Или просто как кто-то сидит, кушает и что-то рассказывает о своей жизни. В общем, мне не стыдно это признать. Я реально люблю видео, в которых нету никакого, знаете, смысла. Просто времяпровождение. Ненавижу новости. Ненавижу канал РБК. Я даже отписалась от Баку WS. Там бывают новости Азербайджана. Что-то происходит и туда выкладывают. Там иногда бывают такие новости. Кто-то бросился, например, с восьмого этажа и умер. Кто-то, например, задавил собаку. И это все там показывает. У меня настроение портится. Зачем? Зачем подписываться на то, что тебе портит настроение? Вот. Отписалась. Ну, просто есть люди, с которыми я вообще не общаюсь. Уже, наверное, лет пять. Даже если я их на улице встречу, скорее всего, мы не поздороваемся. Но в Инстаграме мы подписываем друг на друга и просто лайкаем фотографии. Я решила удалить этих людей. Один раз даже было такое, что я пошла на лазер. Там встретил девочку, которая у меня есть в Инстаграме. Такая тупая ситуация была. То есть у нее она прописана была Синьорита, а я даже не знаю, как ее зовут. И она так смотрит на меня. Айка! И я такая, Синьорита! Я не знаю, как ее зовут. То есть зачем хранить таких людей в своем Инстаграме? Я почистила, и сейчас действительно там люди, с которыми я общаюсь. Тортик классный. Мама сказала, что он какой-то несимпатичный. Почему-то не взяла какой-то интересный. Ну куда же интересный? Смотрите, какая шапочка. Меня раздражает мой телефон каждый раз, когда я что-то снимаю. Будильник. Тварь. Не знаю, мне лично очень нравится тортик, и мне кажется, удачный был выбор. Господи, я не вижу. Ни разу не видела, чтобы блогер до конца доедал весь торт. Поэтому мне не будет стыдно за то, что я не съела до конца. Клубника, знаете, перебивает вот эту вот сладкость тортом. Очень люблю торт с бананом. Причем, знаете, собственное приготовление. Я вам так скажу, сладкое поднимает настроение. Когда села снимать, у меня такая тоска. Блин, жизнь проходит, ничего не происходит. А сейчас немножко поела, прям сладкое, прям настроение поднялось. Пойду-ка я делать уборочку. Раньше снимала и видео, как я убираюсь. Это, кстати, было очень популярно на моем канале. В последнее время снимаю какие-то влоги, но потом на процессе монтажа смотрю, блин, какое качество, как я ужасно вышла. Какой у меня нос большой. И удаляю. Вот смотрите, я уже половину съела. Иди ко мне. Надо вообще все летние вещи убрать. Сезон закончился, когда я буду еще летние вещи носить. Знаете, что плохо в Баку? Вот типа наступает осень, правильно? В России как? Потом начинается зима, выпадает снег. Ты так идешь по снегу, и он так хруст, 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 хруст. И это такой кайф. Ты идешь, идешь, у тебя прям лицо вот так вот как будто замораживается, а здесь такого нету. Здесь как будто вечная осень. Вот как только начинается зима, идут дожди, слякоть, и ветер, прям нереальный ветер, который тебя уносит куда-то, куда ты не собирался идти. Нет вот этого снега, новогоднего настроения. Сколько бы, знаете, везде елки бы не ставили, ты не чувствуешь себя в России в этом плане. Вот Новый год, это как раз таки, мне кажется, нужно отмечать в России. Я понимаю, что лето прошло, и я ни разу не побыла на море. Представляете? Никуда не съездила. Поэтому у меня сегодня не было настроения. Просто, видите, время идет, как бы ты ничего не успеваешь, жизнь твоя проходит, а ты только пилишь видео, кидаешь в YouTube, и вроде ничего интересного не происходит. Но после того, как вы поедите немножко тортика, вы понимаете, что не, все окей. И так пойдет. На мое удивление, я похудела, представляете? Я так много ем и худею. Сказать, я спортом занимаюсь, не знаю, хожу много, движения у меня много, нет, ничего подобного. Если кто-то еще раз отвлечет меня от поедания торта, я за себя не ручаюсь. Так. Я как-то же не вижу, откуда я беру. Я не знаю, это миф или правда, но по-моему, это правда, что сладкое поднимает настроение. А еще смешные видео. Я в последнее время очень много смотрю стендапы и я реально так угораю. И папа всегда говорит, нужно смотреть новости, нужно смотреть, что происходит в мире, это тебе понадобится по жизни, зачем смотреть каких-то тупых, например, счастливы вместе. Но, знаете как, я буду действовать по ситуации. то есть я не хочу запариваться. Я не хочу расстраиваться, когда я вижу какие-то плохие новости, кто-то где-то умер, какая-то катастрофа произошла. Вот когда я вижу такие новости, мне как-то становится не по себе. Я совсем забыла про чай. чай. Вот. настроение у меня однозначно поднялось, ела я не все, а просто вот половинку. Для меня это достаточно, я считаю, что нормально. Настроение поднялось, пойду убираться в своем шкафчике, может, поснимаю для вас истории, так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. Я вас всех очень-очень-очень-очень сильно люблю, спасибо, что смотрите меня, лайкаете, комментируете, мне безумно приятно, мне хочется как можно больше материала снимать для вас. А вам желаю приятного аппетита, удачного дня, с вами Вайка Эмили, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!